Всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами поговорим о Lenovo Z5. О легендарном Lenovo Z5, который многие ждали. Многие надеялись, что компания Lenovo представит что-то офигенное, шикарное, безрамочное и просто офигенно бомбезный хит 2018 года. Но, к сожалению, этого не произошло. А нам просто показали действительно качественный, действительно интересный смартфон, но среднего сегмента. И сегодня, друзья, мы именно о данном смартфоне Lenovo Z5 поговорим. Поэтому, если вам интересен данный смартфончик, садимся поудобнее и погнали. Первое, чем бы хотелось с вами поделиться, друзья, это своим опытом использования данного смартфончика. Потому что, знаете, это очень компактный, очень удобный смартфон. Ты не ожидаешь, что Lenovo Z5, у которого дисплей 6,2 дюйма, окажется компактным и удобным смартфоном. Потому что здесь, друзья, действительно небольшие, маленькие рамки. Для сравнения Xiaomi Redmi Note 5, у которого дисплей 6 дюймов, просто 6 дюймов, имеет огромные, большие рамки по сравнению с Lenovo Z5. И он гораздо больше, он выше, друзья, конкретно выше, шире. Поэтому Lenovo Z5 действительно удобный и компактный смартфон. А также хотелось бы отметить дизайн. Понятное дело, рамки безрамочные, это круто, рамки безрамочные, офигенно, я сказал. Дисплей, который имеет безрамочный, практически дизайн, это круто, это офигенно, выглядит красиво. Тем более за такую стоимость. Сборка также здесь превосходная. Да и в целом, друзья, пользоваться Lenovo Z5 просто офигенно. Ну что ж, с фронтальной части нас встречает большой и крутой 6,2 дюймовый Full HD Plus дисплей. И, конечно же, ее величество, монобровь средних размеров. На которой есть все. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, разговорный динамик, светодиодный индикатор, уведомлений и различные датчики. Ну что ж, дисплей тут, откровенно говоря, потрясающий. Небюджетный, это уж точно. Отличная максимальная яркость, заявлено 700 нит. Минимальная яркость тоже хорошая. Картинка вкусная, насыщенная. Углы обзора максимальные. Хороший черный цвет. А также заявлен охват цветового пространства DCI-P3. В целом, грубо говоря, все круто. Звучание. И знаете, друзья, это один из тех смартфонов, который меня не разочаровал. Потому что в основном звучание у всех смартфонов, ну так себе, среднее. Но здесь все адекватно. Хорошее качество. Да, здесь один динамик, стерео нет. Но он здесь качественный, один динамик. Громкость, скажем так, средняя. Не выделяется он особо из толпы. Но качество, хорошие претензии вообще нет. Звучание здесь нормальное. В наушниках тоже все хорошо. Особых претензий нет. Также отмечу разговорный динамик, потому что он здесь, блин, громкий. Микрофоны работают корректно. Собеседник меня слышит хорошо. В целом, друзья, по звучанию к Lenovo Z5 претензий вообще нет. Производительность. Внутри у нас Snapdragon 636. Целых 6 гигабайт оперативной памяти. 64 встроенной. Работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой от Lenovo. Ну что ж, в повседневных задачах смартфон показывает себя великолепно. Обновления приходят часто, все работает хорошо, не подвисает, не ключит, как бы все нормально. Все было бы круто, но вот проблему с уведомлениями до сих пор не решили. По умолчанию все уведомления отключены. И нужно вручную все это включать. Но все равно не всем приложениям это помогает. Возможно, с обновлениями все поправят, но это не точно. Больше всего мне понравилось управление жестами. Все понятно, все очень просто и работает молниеносно. И самое главное, не тупит. С игрушками все предсказуемо хорошо, потому что все работает на высоких настройках без проблем. Нагрев, кстати, минимальный. А также хотелось бы отметить, что, к сожалению, смартфон не получил NFC. А хотелось бы. Ну и конечно же, вот вам спид-тест сравнения Xiaomi Redmi Note 5. Так что, друзья, смотрите и оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Сканер отпечатка пальцев работает стабильно, но вот скорость срабатывания не самая быстрая. Многие из вас в комментариях спрашивали, Димон, можно перепрошить данный смартфончик на нормальную прошивку, чтобы был русский язык, плеймаркет и все офигенно. К сожалению, друзья, нет. Максимум, что можно сделать, это разблокировать загрузчик или просто на сайте Алиэкспресс купить смартфон с кастомной прошивкой. Но я, к сожалению или к счастью, вам этого не советую делать, потому что это конкретный геморр. Потому что я заказывал Lenovo S5, буквально месяц назад был обзор. И знаете, мне смартфон приехал на кастомной прошивке, но, к сожалению, эта хрень работала очень глючно. Все вылетало, подвисало. Да, был русский язык, да, было круто, но нафиг он не нужен, если все лагает. И мне пришлось перепрошить Lenovo S5, поэтому, друзья, я вам советую, если и покупать смартфончик, то только на официальной китайской прошивке. Потому что она, во-первых, обновляется, она не глючит, не зависает и там все работает. На кастоме непонятно вообще, что будет. Будет работать хорошо или плохо, будут вылетать приложения или нет. Какая будет автономность, как будет работать камера, все это под большими вопросами. Поэтому, друзья, если и покупать, то только на официальной китайской прошивке. Автономность. Внутри у нас скромная банка на 3300 мАч. Плюс быстрая зарядка, которая, к сожалению, явно не самая быстрая. Многие начали писать в комментариях под распаковкой, что здесь галимая будет автономность. И нафига мне нужен такой смартфон, у которого очень маленькая батарея. Но я вас, друзья, уверяю, с автономностью здесь все нормально. Понятное дело, благодарить нужно Snapdragon 636. Ну что ж, смартфон демонстрирует один день при средней нагрузке без проблем. И большинству этого хватит. Да, до результата Xiaomi Redmi Note 5, понятное дело, он не дотягивает. Но Lenovo Z5, во-первых, меньше, легче и дисплей у него больше. Итак, тесты игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. 10% заряда уходит за 27 минут. Воспроизведение видео на максимальной яркости. Фильм, скачанный на смартфон без интернета. 7 часов 40 минут. Камеры. Основная состоит из двух модулей на 16 плюс 8 мегапикселей с диафрагмой f2.0. И скромная фронталочка на 8 мегапикселей с диафрагмой тоже f2.0. Ну что ж, камера меня не разочаровала. В целом, все хорошо. Да, понятное дело, камера здесь не самая крутая в своем классе. Но при этом конкретно работает хорошо HDR режим. Хорошая детализация, хотя присутствует цифровой шум. Хотя такая же проблема была у Huawei P20 Lite, который стоит дороже. При недостатке света тоже вполне неплохо фоткает данный смартфон, учитывая, что у нас здесь скромная диафрагма f2.0. Единственное, что меня напрягает, так это непонятный расфокус с правой стороны, который видно только при фотографиях общего плана. При макросъемке все хорошо. Скорее всего, какой-то голимый программный баг. Портретный режим работает хорошо. Особых претензий нет. Да, не идеально, но все же качество хорошее. А также можно регулировать степень размытия заднего фона. Очень полезная функция. Помимо этого, есть двухкратный оптический зум. Ну и, конечно же, вот вам для наглядности, друзья, сравнение с OnePlus 5T. Так что смотрите и оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фронтальная камера снимает неплохо. Особых претензий нет. Это хорошие, честные 8 мегапикселей. А также есть авто HDR. Ну что, друзья, если подвести итоги, то Lenovo Z5 мне понравился. Это обалденный, шикарный смартфон. У которого, наверное, самый лучший дисплей. У которого офигенная эргономика. Хорошая сборка. Обалденный внешний вид, потому что за эти деньги ничего красивее вы попросту не купите. С такими минимальными рамками. С таким шикарным дисплеем. Здесь хорошая производительность. Нормальная автономность. Неплохие камеры. Но при всем при этом у нас здесь, скажем так, программное обеспечение, которое для глобального рынка вообще никак не предназначено. Только для Китая. Проблему с уведомлениями, да, возможно, решат. Но это не точно. Lenovo Z5 поистину интересный смартфон. Красивый смартфон. Удобный смартфон. И знаете, если компания Lenovo все-таки начнет продавать данного красавца на глобальном рынке, то это бомба. Это будет хит. Но главное, чтобы стоимость была адекватная. Потому что найти красивый смартфончик с большим дисплеем, но при этом с небольшими габаритами очень сложно. И как по мне, Lenovo Z5 это очень даже хороший представитель, так сказать, безрамочного смартфона строения. Доступного безрамочного смартфона строения. Поэтому, друзья, всего лишь это мое мнение. Вы сами решайте, нужен вам такой смартфон или нет. Будете вы заказывать Lenovo Z5 или будете что-то покупать другое. Или вообще будете ждать, когда компания Lenovo представит данного красавца на глобальном рынке. Решать, конечно же, только вам. Ссылочка будет в описании. Ну а с вами был Димон, канал Всегитай. Всем удачи, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова